Вот Федеральная служба исполнения наказания поддержала инициативу об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах. Это обхохочется. То есть они не поддержали вариант прекратить пытки. Они это могут сделать, потому что Федеральная служба исполнения наказания как раз и пытает. Говорит, ну давайте, пусть вы нас будете наказывать посильнее, но мы будем продолжать пытать. В Госдуме потребовали прекратить притеснять русских в США. Представляете, как здорово. Вот они в США русских притесняют. Они там в Госдуме защитники русских. Я хохочу. Просто это Бутина, это сумасшедшая, заявила, что она пришла в Думу, чтобы бороться с пытками в американских тюрьмах. То есть тут вывалили огромное количество материала, где в жопу швабры засовывают. Тут не надо ни с чем бороться. Тут все классно, все правильно. Надо в американских тюрьмах бороться. Блин, как они затрахали. Сообщают, что по результатам переписи несколько городов России, такие как Волгоград, Пермь и Воронеж, могут потерять свой статус миллионников. Сколько же там вымерло, представляете, если Волгоград и Воронеж потеряют статус миллионников. Там было гораздо больше миллиона, плюс еще сколько в Волгоград приехало людей из южных регионов. Очень много. Поэтому, то есть, страшно. Из 272 тысяч депортированных таджиков 135 тысяч изменили на родине фамилии и снова приехали в Россию. Прикольно, да. То есть, 500 долларов, говорят, заплатили за новый паспорт и опять привалили в Россию. Я не понимаю, таджиков 500 долларов. На границе в Таджикистане, на границе с Афганистаном. Но, правда, с той стороны, с афганской. 200 долларов стоит афганский паспорт. И с этим паспортом можно ехать куда угодно. И просить убежище, убежать от войны и прочее, прочее. Причем, самое смешное, что в Таджикистан ты сможешь выезжать. То есть, ну, убежал в какую-то условную Америку, да, получил там убежище, пособие и так далее. И документы получил, и спокойно ездить в Таджикистан, получать денег, получишь больше, чем в России, заработать почему-то. Странно, они как-то себя ведут. Я думал, именно так они будут поступать. Но, видите, они как-то по-своему, по-таджикски поступают. Вот не бензи, а тоже заявился напряженность на границе России и Украины. Если нет, ну, раз эти начали уже галдеть, то, значит, дело совсем плохо. Все очень плохо, если даже эти начали галдеть. Калашников выводит производство за рубеж, оставляя россиян без работы. Ну, а что ж, видите, рассказали россиянам, что Калашников подписал беспрецедентный договор с Индией на поставку 680 тысяч новейших автоматов. На сумму 590 миллионов долларов. То есть, все должны обрадоваться, но не тут-то было. Оказалось, 70 тысяч автоматов будут собраны на российских заводах. Ну, иным словом, эти автоматы уже на складах лежат. И еще сделаны при Советском Союзе наверняка, да? И их продадут за бешеные деньги индусам. А остальные 610 тысяч в Индии. То есть, что там? Там создадут производство, туда будут вывозить комплектующие. Там это собирать, чтобы не платить никаких налогов. Я думаю, что с Вовой все это порешали. Ну, или с кем-то из этих. И так далее. То есть, пусть работают индусы там. А в России будут хрен сосать. Кулачный бой в России официально признали видом спорта. Прикольно, да. То есть, сейчас спросят, а чего на улице делали? Такие вот, с такими рожами, блядь. А мы спортом занимались. Классно. Ну, вообще, кулачный бой, конечно, это вид спорта. Если его использовать как спорт. Ну, вот, уехавший в Арабские Эмираты Моргенштерн отменил концерты в России. Нашел куда уехать, если его захотят вытащить из Арабских Эмиратов. Его просто мгновенно вытащат. Никаких проблем нет. В Арабские Эмираты избегать это бессмысленно. Доходы бюджета от налога на богатых превысили 50 миллиардов рублей. Ведь, как я, честно говоря, в это не верю. Счетная палата России по аудит федерального бюджета за 9 месяцев. В общем, такие вот суммы 50 миллиардов рублей, исходя из налога на богатых. Но я думаю, что тут кроется небольшая ложь. А вернее, ложь огромная. То есть, это повышенная ставка в 15%. Да, так 13, а так 15. Поэтому в 50 миллиардах вся сумма, то есть 15%. Так бы была 13, а так 15. Вот если бы была 13, а сейчас 15. Разница вот в 50 миллиардах какая? Вот я бы спросил, если бы не отчитывал счетную палатку, где-нибудь там. В Думе бы я сидел, сказал, вот вы говорите 50 миллиардов. 50 миллиардов это 15%? Или 50 миллиардов это 2%. Это принципиальная разница. Я думаю, что они втирают. И что это, скорее всего, вот эти два. Скорее всего, 15%. То есть, они берут общую сумму. И основатель групп IB обратился к Путину. Но он арестован по обвинению в госизмене. Илья Скачков. И написал, я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. В своей работе неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями. Товарищ Сталин. Произошла чудовищная ошибка. Вообще, в башке у этого человека. Это нет нового дела Дрейфуса. И пишут, я не изменник, не шпион, не предатель. Я русский инженер. То есть, ты русский инженер, какой же делал Дрейфуса? Дрейфус так еврей был. Поэтому и дело было Дрейфуса. А ты русский инженер. Так что все будет нормально. Не волнуйся. Так. Просто насмешил. Просто насмешил. Думает, что реально есть некое правосудие. Ловит каких-то шпионов. И там каких-то патриотов. Да, русских инженеров. От нерусских инженеров. Или нерусских воров и жуликов отличают. Или предателей. Да Путин сам предатель. Путин сам шпион. Он пишет Путину, я не шпион. Так это самое страшное преступление. Твое, что ты не шпион. Путин-то шпион. Делал Дрейфуса. Насмешил. Там как раз и дело-то из-за этого выросло. Из-за того, что нужно было кого-то обвинить в том, что на Германию работают. Своих обвинять не хотели. Обвинили Дрейфуса. Мне больше всего нравится. Мальцева пора побрить бороду под Гитлера. Хочет народ вооружить и анархию устроить. А Гитлер анархию устраивал или народ вооружал? Вы мне напомните, Ксения. Почему я должен под Гитлера брить бороду? Блядь. Вот где логика? К чему? В башке у этих людей? Вы мне скажите. Меня пугает это вообще просто отсутствие хоть какой бы то ни было логики. Блядь. 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 Продолжение следует...